Эрих Мария Ремарк Если мир, красочный мир, внезапно изменился, превратившись в бледное, ухмыляющееся привидение, если нравственные устои зашатались от внезапно возникших вопросов, затрагивающих смысл и цель бытия в конечной истины. Если ветер одиночества завывает в твоих комнатах, а разруха и хаос обрушиваются на голову, тогда, наверное, ты соберешь изо всех уголков памяти обрывки знаний и начнешь сравнивать и сортировать, склеивать и собирать свой мир. Достигая совершенства в создающейся целой государстве интеллекта муравьев и пчел, но и здесь не заканчивался, проходя все новые и новые витки, породив отряд позвоночных животных. И в последнем столкновении молекул завершился человеком, разумом, самопознанием и личностью. В тебе вибрирует наследственность тысячелетий. В тебе камни и звезды, пыль комет и ветер, шелест деревьев и шум прибоя, жужжание пчел и пестрота бабочек, девственность леса и торжество разума. В тебе вибрирует космос. Но ты больше не являешься всем этим. Просто все это живет в тебе. Зеленый клеточный сок растений и твоя красная кровь наполняют сосуды Вселенной, соединяя все родственными узами. Но ты выделяешься среди всего живого сознания, собственного я. Оно отделяет тебя от свисущего, словно стена. Ты больше не принадлежишь к растениям и животным. Ты больше не можешь соединиться с ним. Ты одинок. Вероятно, ты единственное существо, которое может раздумывать о себе самом и осознавать собственное я. Которое может сказать я. Я есть. Но с этого и начинается твоя трагедия и мировая грусть. Потому что только через это я ты можешь видеть все остальное. Ты уже не видишь мир. Только проекцию твоего я. Самое большее, на что ты способен, относительное самопознание. Но никогда ты не сможешь познать абсолютную истину. И все-таки ты глупец. Никогда не оставишь попытки найти ее. Ты можешь вместе с великим регистратором Кантом навести порядок в каждом отсеке своего сознания и собеснабдить его этикеткой. Ты можешь, вооружившись сетью слов и понятий, поставить ловушку непостижимому и безымянному. А потом, передумав, подняться на ледяные вершины вечных вопросов, ты можешь возвыситься до иллюзорной самообъективизации, до последнего уровня познания, который дает высокое переживание мудрых, переживание я, в сфере чистого разума. Ты можешь пройти часть пусти с Конфуцием, другую с Лао Цзы, третью с Гаутамой, но в конце концов ты обнаружишь, что остался на месте. Потому что ты всегда познаешь только свой мир, и никогда мир вообще. И всегда перед тобой будут маячить великие нерешенные загадки. Всегда будет неподвижно смотреть на тебя каменное лицо сфинкса, потому что твой мир заключен в твоем мозгу, и ты не можешь сделать даже самого маленького шага за его пределы. Там снаружи хаос, и от твоих размышлений тебя в конце концов разбудит шорох и прикосновение паучьих лапок. Изо всех углов к тебе будет ползти безумие, и ты можешь кричать и драться, таращить глаза и неистовствовать, упрямиться и молчать. Все равно там, снаружи, хаос, тайна и ночь. Но все так же, светясь и пенись, накатывает волна и размывает и без того рассыпающиеся стены. Все раскачивается и изгибается, все обещает и призывает, все манит, бедра, грудь и ноги. И разве волнение в крови уже не перевешивает разум? Разве уже не нависает над миром гигантский призрак Фалласа? Разве природа издевательски не влечет бледного мечтателя в ловушки женских прелестей, не раздирает на части его жалкий интеллект, не отбрасывает его назад в мрачную бездну инстинктов? Затем снова вырывая оттуда и ставит перед вопросом, в чем разгадка тайны мироздания, в дальнейшем самопознании или в порочной сладости женского лона?